Он боготворил русскую женщину, воспевал красоту вятской природы и ратовал за сохранение вятской школы фотографии. В читальном зале Государственного архива состоялась презентация документов и фотографий, посвященная 90-летию мастера художественной фотографии фронтовика Николая Шилова. Он шагал в ногу со временем и от внимательного взгляда фоторепортера не ускользали никакие детали. Особенно Николай Шилов любил запечатлеть лица современников, тружеников производства и сельского хозяйства. Уважительное отношение к труду это у него с детства, когда еще был жив крестьянский дух со своим укладом и культурой. Тогда в мальчике было заложено и творческое начало. Благодаря работам фотокорреспондента кировчане увидели будни и праздники простых людей, красоту вятской природы и творение рук народных умельцев. В этих фотоэтюдах чувствуется не только особый авторский почерк, но и душа мастера. Его отношение к людям, умение в обычном видеть уникальное. Николай Александрович – мастер детских портретов. Это удивительные детские лица. Например, Машенька, братик проснулся. Интересны названия этих фотоэтюдов. Маринкины заботы. И все это интересно. Портреты взрослых тоже с необычными названиями. Знакомая тропинка. Мастер художественной фотографии и любящий сын своей страны Николай Шилов прошел войну, а после снимал и в Западной Сибири, и на Байкале, но самые лучшие годы отдал Вятскому краю. Он работал фоторепортером в центральных и районных изданиях, в том числе в газетах «Кировская правда» и «Комсомольское племя». И всю свою жизнь посвятил сохранению и приумножению традиций фотоискусства. Николай Шилов боролся за создание музея фотографий в Котельниче. Он должен был отобразить всю историю Вятской школы фотографий, которая считается одной из самых уникальных в России. Почему мы бились за один музей? Потому что так получилось, что все это богатое наследство у нас раскидано по многим музеям. То есть часть идет в Калибриджевском музее, часть находится в нашей областной библиотеке имени Герцена, часть в нашем музее истории фотографий, которые сегодня на общественном начале в Котельниче продолжают свою работу. То есть так получилось, что у нас единого центра нет. И задача вот все это богатство обобщить, а самое главное сохранить, потому что век фотографий очень недолговечен. Николай Шилов всегда хотел оставить все свое фотонаследие людям. К слову, за годы жизни у него накопилось более 6 тысяч пленок. В государственном архиве хранится всего лишь около 200 фотографий, которые опубликовались в газете «Кировская правда». А также фотоальбом «Вятка. Любовь моя», который был выпущен незадолго до смерти автора. Ознакомиться с частью богатого наследия фотохудожника кировчане могут до 30 октября. Мелана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Мелана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Продолжение следует...